Неделю назад наш город, как и вся страна, отпраздновал День Знаний, который широко распахнул двери школ перед первоклассниками. И вот самые юные ученики снова оказались в центре всеобщего внимания. Смотрите репортаж с парада первоклассников. Не успели еще стереться из памяти волнения, связанные с первым сентября, как у начинающих шкалеров, их учителей и родителей новое яркое событие – парад первоклассников. Для того, чтобы проведению парада не помешал прогнозируемый синоптиками ливень, его было решено провести не в пятницу, а вечером в четверг. Погода благоприятствовала этому важному мероприятию. Настроение у героев праздника приподнятое. Мне очень нравится ходить в школу, потому что там учит моя любимая учительница Дубровина Татьяна Викторовна. И потому что я знал, что там все только мои, я всех там знаю, я со всеми дружу, я люблю с ними играть. И мне очень нравятся уроки русского языка. Мне нравится ходить в школу, потому что я знаю, что меня в школе будут ждать мои друзья. И я хожу еще в школу, потому что мне очень нравится рисовать красками. Мне очень нравится ходить в школу. Там очень много одноклассников. И мне нравится решать примеры. После получения учительского диплома в своем самом первом классе стала преподавать Анастасия Костенко. У нее есть большое желание поделиться всеми своими знаниями с детьми. Первая неделя уже подходит к концу. Я счастлива. С детьми работать – это одно удовольствие. Дети приходят, уже многие подготовленные, некоторые еще не очень. Но со всеми работать – это просто одно удовольствие. Дети все замечательные. Трудно представить, сколько усилий затратили родители, чтобы подготовить детей к школе. Но все эти хлопоты будут вознаграждены. Первая неделя была волнительная. Ребенок с удовольствием ходит в школу. Класс дружный. Учительница очень хорошая, опытная. Ходим мы в четвертый лицей. Ну, в общем, всем деткам желаю отличных оценок, успехов. Родителям терпения. И вот шествие началось. Его возглавляли барабанщицы первого лицея в элегантных белых костюмах с золотым шитьем. Нарядные девочки с белыми бантами и мальчики в белоснежных рубашках, сопровождаемые своими учителями, шествовали по главной улице города к театральной площади, где торжества должны продолжиться праздничным митингом. Разноцветные воздушные шары колебались над колонной, придавая ей вид, отвечающий значительности момента. Всех собравшихся на площади, а только первоклассников здесь было 800 человек, поздравил с праздником Роман Синеговский. Для родителей начинается жаркая пора. Вам придется пройти вместе с нашими ребятами, наверное, по новой пройти предметы. Нужно быть везде рядом с ними и в ярких событиях, и в победах, и, может быть, в каких-то даже и сложных моментах вам предстоит быть рядом с вашими детьми. Дорогие учителя, хочу вам сказать большое спасибо за труд и верность профессии. Также хотел бы пожелать родителям, чтобы ваши дети были живы, здоровы и счастливы. Всем успехов, удачи, в добрый путь, дорогие друзья! Первоклассники рассказали стихи. Мы волнуемся все вместе. Мы за них, они за нас. Это вам не пляски песни. Первый класс есть первый класс! Говорят, самые заветные желания исполнятся, если загадать их, отпуская в небо разноцветные шары. Думается, это не так далеко от правды, ведь все, кто собрался здесь, очень желали детям успехов и счастья. Торжества продолжились на самых разнообразных игровых станциях. Одно перечисление их займет немало места. Ребята делали фото на память на станции «Веселый фотограф». На других они танцевали, пели, отгадывали загадки. Особый интерес у них вызвала станция по безопасности дорожного движения, где в непринужденной манере говорилось об очень важных вещах, как вести себя на дороге, чтобы избежать проблем. Кроме того, ребят звали заняться конструированием и техническим творчеством. А славянские пожарные около самой настоящей пожарной машины не только говорили о том, как быть осторожным с огнем, но и давали ребятам примерить пожарную каску. Дети были впечатлены этим посвященным им праздником. Мне понравился праздник. Он очень веселый. Мы танцевали, повторяли. Там нам загадывали загадки, а мы их должны отгадать. Мы их отгадали. А совершился праздник дискотекой, сопровождаемой летящими мыльными пузырями. Первоклассники по достоинству оценили звучащую для них музыку и весело под нее отплясывали. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков. Программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...